Соблазн 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 — Полюбил поддавать газку, дальним светом перемигиваться со встречными, по-хозяйски ее обмывать в прутке придорожном. И ведь денег нет, чтобы эту машинку у Васы Фроловны попросту выкупить. — Но Васа Фроловна все это уже про себя просчитала скумекала, — приговаривает. — Самое главное — это иметь при себе своего батюшку. — А была у этой Васы Фроловны еще и сестра родная, тайная монахиня с именем Фатиния. Постригли ее по благословению старца Сесоя. Еще одна была сестра, но та вышла замуж за немца преуспевающего и укатила себе в Германию. А Фатиния, которая монахиня в тайном постриге, та была помоложе Васы Фроловны, поведнее, да и пела получше, регентовала в большом московском храме и выходила на середину храма читать апостол. И стала эта Фатиния к отцу Антонию в Лавру наезжать. А что, тайная монахиня, еще и духовное чадо старца Сесоя, еще и родная сестра прихожанки, самолитвенницы и помощницы его ближайшего друга. А к тому же Фатиния это тоже некогда по молитвам старца в Москву из провинции перебралась и даже получила квартирку, за бабулькой ухаживала, та приставилась, а Фатиния там крепко обосновалась и даже приют давала старцу Сесою, когда он приезжал в Москву. Там он и чад своих принимал, да и сам отец Антоний у него в этой квартирке Фатининой бывал ни раз и ни два. А потом так и повелось. Приезжает отец Антоний в Москву, по нуждам ли монастыря или сам по себе в отпуск. Фатиния с радостью его к себе приглашает, комнату выделяет. Это, говорит отец Антоний, твоя келейка, никого в нее больше не пущу, вот тебе от квартиры ключ. Туда бывал и отец Никифор с вас и Фроловной в гости приезжали, и отец Антоний с Фатинией к отцу Никифору на приход ездили на машине вас с Фроловной. Словом, с одной стороны, монашеское братство, дело чистое, а с другой, мало-помалу образовалась, странно сказать, такая как бы семейственность. А тут еще и сестрица из Германии привезла, наконец, сестрам денежки, поддержала их материально. И, Фатинья Фроловна, возьми да купи на них жигули, самые крутые по тем временам, чуть ли не мокрый асфальт, и завела сладкую песню. — Отец Антоний, я машину водить не умею, и боюсь я, и не женское это дело, поэтому вот вам доверенность, садитесь-ка вы за руль и по полной программе пользуйтесь. И что? Взял отец Антоний эту машину окаянную, все предчувствовал, а взял. Больно хотелось ему прокатиться по родным просторам, к старцу Сесою зарулить, к собратьям в другие монастыри съездить. Нравился ему запах этот бензиновый, шелест шин по асфальту, ветерок в окошко. Вышла у них с отцом Никифором даже некоторая симметрия. Тот монах и этот монах, тот на машине и этот на машине, тот с сестрой и этот с сестрой, у одного певчая, а у другого регенша. И только стал он на этом соблазне на колесах разъезжать туда-сюда, тут его Господь и посетил, экземой на ноге отметил. Едет он по дороге, а все тело зудит и чешется, аж глаза на лоб. И у отца Никифора тоже желудочно-кишечные немощи начались, а у сестер, оказывается, и мигрени поджелудочные. И вот Фатиния Фроловна сообщает им как-то за чаепитием, да еще в приподнятом и торжественном тоне, что сейчас, где открыли новый, очень эффективный способ лечения всех болезней методом физического очищения. Наш организм, оказывается, отравлен ядами-химикатами, и они действуют на ткани весьма разрушительно, и поэтому для общего оздоровления необходимо вывести из организма все химически вредоносное. У них многие певчие уже на себе этот метод испробовали, и это им помогло, и сил прибавило, и тонус повысило, и кровь очистило, и теперь даже чтецы, дьяконы и батюшки готовы предаться таковому лечению. — Так что за лечение? — спросил отец Никифор. — На ночь накануне лечения, после очистительной клизмы, выпить четыре стакана теплой кипяченой воды, на утро все повторить. — Весь день ничего не есть, на следующее утро выпить столовую ложку оливкового масла и подкрепиться стаканом сока, картофельного, морковного или свекольного, капустного тоже можно. Можно, пожалуйста, и сок лопуха, если время года подходящее. Можно щавеля, а можно и сельдерея, и так каждый день. А потом можно смело переходить на яблочное пюре, и к зему говорят, как рукой снимает. И что? Отец Антоний с отцом Никифором, люди чистые и открытые, ей поверили. На следующий день собрали в лавре вокруг себя близких по духу монахов, страдающих всякими недугами, а монахи всегда чем-нибудь больны, так им Господь помогает смиряться и бороться с плотскими искушениями. И поведали им о чудодейственном, хотя и многотрудном методе. Всех привлекла великопостная направленность лечения, полнейшее сыроедение. Постановили пригласить Фатинию Фроловну в монастырь, а гостиничник даже выделил ей комнатку. И все уже именовали ее не иначе, как опытным и тонким врачом, называли доктор, а кто-то тогда же и профессор. Через несколько дней Фатиния Фроловна прибыла в монастырь вместе со своими грелками, клизмами, соковыжималками и долго инструктировала монахов. Оливковое масло, а также необходимые овощи выделил монастырь. В течение нескольких месяцев продолжался этот очистительный бум, напоминавший какую-то эпидемию, охватывавшую все новых и новых пациентов. Монахи ходили со странным стеклянным блеском в глазах, с лицами, как бы вовсе отрешенными от действительности, и полушепотом делились своими ощущениями с собратьями. Фатиния Фроловна считалась теперь непререкаемым авторитетом, с ней бывало и заискивали, а в голосе ее появились командирские нотки. А вот Васе Фроловне в этом раскладе не нашлось места. Тогда она забрала из монастыря отца Никифора, который специально перебрался сюда на время отпуска, чтобы придать организм полному очищению, и велела ему забыть об этом шарлатанском методе своей сестрицы. «Поищем другой способ», — сказала она. И точно скоро нашла. Спустилась она в погреб священнического домика, где хранились у нее соленья и варенья, и вдруг провалилась под ней земля, и она оказалась в подземной дыре. Стала с перепугу ощупывать вокруг себя почву и наткнулась рукой на сундучок. Вытащили они с отцом Никифором сундучок наверх, а он оказался полон доверху каких-то старых, а может и старинных монет. Васа Фроловна даже на зуб их пробовала, что за металл, но так и не поняла. Хотели они клад государству отдать, да Васа Фроловна приложила монету к больной голове, потому что ее мучила мигрень, а голова возьми и пройди. И так они теперь ежевечерне садились с отцом Никифором и лечились монетами. Хорошо и на веки их положить, и на лоб, и к пояснице привязать, все помогает. Рассказал об этом отец Никифор отцу Антонию, да и предложил тоже монетами воспользоваться, к экземе их пластырем прилепить. Но тут отец Антоний вдруг опомнился. Понял он, что все это самое, что ни на есть искушение, классическое искушение, как описано в Патриках. Свернул он эту монастырскую больничку, хотенью Фроловну домой отправил, как она не сопротивлялась, как не настраивала против него других монахов, желавших продолжать очищение. Понял, пора как-то вырываться из плена этих сестриц. Помолился он у мощей преподобного Сергия, сел на машину и приехал к Фатине и Фроловне. — Спаси вас, Господи, матушка Фатиния, много доставили вы мне радости и облегчения этим автомобилем. Благодарю вас и за приют в вашем доме, но пора мне и честь знать. Вот возвращаю вам ключи, документы, доверенность. Она удивилась, брониться начала, а потом чуть не заплакала. А он все это на тумбочку в прихожей положил и бежать на вокзал. Ну, думает, слава богу, легко отделался. А казалось, не тут-то было. Не так-то просто вовсе от соблазна уйти. Спустя некоторое время приходит к нему прихожанин, который несколько лет уже у него исповедовался, и говорит. — Отец Антоний, я тут дачку в наследство от родителей получил, домик финский в семхозе. А у меня самого там дача, так что этот домик мне ни к чему. Позвольте я его вам пожертвую. Примите в дар, от чистого сердца. Только там никаких удобств. Уборная во дворе, зато участок большой, в деревьях весь. И дарственную написал, все оформил. А отец Антоний давно уже о таком уединенном домике помышлял, чтобы можно было укрыться от человеческих глаз, поотшельничать, в полном покое помолиться Господу и подумать о жизни, о смерти, обо всем. Поехал он туда, славный домик, в двух шагах от Лавры. Сделал там даже кое-какой ремонт. А туалет так и оставил во дворе. Чем проще, тем лучше. Братья туда стало наезжать, отдохнуть, помолиться. В общем, все про эту фазенду отца Антония прознали. А он возьми и посели туда свою прихожанку, которую как раз из дома пьяный муж выгнал. Она с маленьким сынком по вокзалам мыкалась. Жила она там месяц, жила другой, третий. Кое-кто из братьев возроптал. Такое было место хорошее для уединения, для молитв. А ты бабенку с ребенком туда сунул. Негде теперь дух перевести. И вот как-то ночью вышла эта жиличка во двор. Ну, мало ли зачем. Может, луной полюбоваться. Может, в туалет. И видит. Подъезжают к ее домику жигули, мокрый асфальт. Вылезает из него женщина в темной косынке да в длинной юбке. Отпирает багажник. Достает оттуда канистру с бензином. И начинает поливать деревянную стену. А потом как чиркнет спичкой по коробку. Дом сразу и загорелся. А женщина прыг в машину и укатила. А прихожанка выскочила из своего убежища, ворвалась в горящий дом, вытащила сыночка, и на их глазах все через двадцать минут сгорело дотла. Вот после этого экзема на ноге отца Антония в псыриас переросла. Потому как узнал он по описанию эту свою поджигательницу. — Ну и чем кончилось? Отстала от него после такого-то это, Фатине Фроловна, спаси ее Господи? — спросил кто-то из монахов. — Да, кончилось хорошо. Как надо все кончилось. Приобрел отец Антоний кое-какой духовный опыт и с этих пор стал избегать всякого владения, уклоняться от любой собственности, движимой и недвижимой. Потому что с ней и с этой собственностью у монаха получается, как в предложении «Мать держит дочь». Непонятно, кто держит кого. Поначалу подумаешь одно, а потом выходит, что и наоборот. То ли мышь грызет дичь, то ли дичь грызет мышь. То ли жизнь несет смерть, то ли смерть несет жизнь. Такую поучительную историю слышала я как-то раз от одного из дружественных монахов. Субтитры создавал DimaTorzok